Нам удалось встретиться с Робертом Винницким, депутатом польского парламента и главой польских националистов. Тех самых националистов, которые в 2015 году потрясли Европу массовостью своего марша. Каждый год на марше независимости все больше участников. Мы начинали с нескольких тысяч, а в прошлом году было уже более 100 тысяч. Мне сложно сказать точно сколько. Сначала было несколько тысяч, потом десятки тысяч, сотни тысяч, как в 2015 году. Число участников растет с каждым годом. Скажите, как возможно, что польский национализм более популярен среди польской молодежи, чем левые и либеральные идеологии? Что случилось? Ведь СМИ и правительства на протяжении 20 с лишним лет мешали вам развиваться. В Польше не случилось того, что на Западе. То есть у нас не было своего 68 года в понимании культурной революции. Наш основной социальный фундамент уважения среднестатистическим молодым полякам своей семьи не было уничтожено. Большинство поляков это верующие люди, прихожане католической церкви, люди, которые ценят семейные ценности и патриотизм. На этом основании и осуществляется рост национальной идеи после освобождения посткоммунистических комплексов. То есть 100 тысяч людей на марше независимости не конец, вас будет больше, вы считаете? Да, я надеюсь, что это число будет с каждым годом расти. Конечно, число участников таких демонстраций, особенно в Центральной и Восточной Европе, это не слишком большой процент общества. У нас пока еще нет такой традиции участия в общественной жизни, как на Западе. Но все-таки, да, это правда, большинство польской молодежи склоняется в национальную сторону. Видать, что молодое поколение поляков является наиболее прихожанным в страну народовым, то же самое, частью общества. А как должны выглядеть польско-российские отношения? Вы боитесь Путина? Вы считаете Путина и России угрозой для Польши и Европы? Я считаю, что очередное российское оружие в ее арсенале это мифология вокруг нее. Честно говоря, у Запада всегда образ России основывался на мифах. Мы не рассматриваем Россию с такой точки зрения. Мы рассматриваем российское государство, как одно из многих государств мира, и которое, конечно же, является сверхдержавой. Однако мы считаем, что у России есть элита со своей собственной точки зрения. Эта точка зрения во многом расходится с польской, у которой есть свои интересы. И мы не испытываем какого-либо мифического страха перед мифической силой, мифической России. Я считаю, что польско-российские отношения долгое время не будут даже не то, чтобы очень хорошими, а вообще хорошими. Но мы считаем, что в этих отношениях можно стремиться к понижению градусов. И я считаю, что наши отношения могут стать правильными. Во время одного из ваших маршей атаковали российское посольство. Охрана марша независимости, наша служба правопорядка, честно говоря, охраняла посольство в месте, где должна была стоять полиция. Но там ее не было. А насколько нам известно, с пленочного скандала в опубликованных записях и разговорах членов польского правительства, либерального правительства гражданской платформы, бывший шеф одной из важных посольских институтов, господин Вайтунек, сказал, что за поджог полицейского поста под посольством ответственность несет министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич, который предположительно приказал офицерам полиции, либо сотрудникам Центрального следственного бюро, чтобы их агенты подожгли этот пост. И это было направлено не настолько против России, насколько против польских националистов, чтобы показать их как авантюристов и людей, которые наносят ущерб на международной арене. К сожалению, со всей информацией, которую мы располагаем на эту тему, следует, что эта информация является правдоподобной. Это неслыханные скандалы. Сегодня я, как депутат польского Сейва, после того, как уже прошло три года со дня этого инцидента, стараюсь сделать все возможное, чтобы бывший министр МВД предстал перед государственным трибуналом и был привлечен к политической ответственности. То есть, польские националисты не хотели атаковать российское посольство. Это не было в их интересах. В нашей истории между Польшей и Россией есть очень много плохих и трагических страниц. Это до сих пор актуально, но это ни в коем случае не было целью организаторов марши независимости и большей части участников марши. И все указывает на то, что это была хорошо организованная провокация, которая должна была ударить по националистам. Не первая и не последняя, которую либеральные правительства организовывали. То есть, вас нельзя назвать русофобами. Нет, мы не русофобы. Мы в первую очередь заинтересованы в реализации польских национальных интересов. А этот интерес должен предусматривать возможно сотрудничество со всеми соседями. И вы хотите, чтобы в Польше появились базы НАТО и противоракетная оборона США? Нет, мы не хотим, чтобы в Польше были базы НАТО. Потому что у нас очень плохие воспоминания, особенно в российском контексте, о присутствии любых иностранных войск в Польше. Наша идеология основывается на простой идее, что безопасность Польши это прежде всего польский политический, экономический и военный потенциал. Но польская армия, это и есть польская сила, и она должна обеспечивать нам безопасность. С этой точки зрения, НАТОвские базы мы рассматривали как очередной такой себе торговый вопрос. То есть, как место торгов на международной арене, а не как вопрос безопасности. В таком случае, нужны ли НАТО Польше? Я боюсь, что сейчас НАТО служит поводом для польских политиков, чтобы не строить собственную армию Польши. Я не заинтересован в том, чтобы польская армия была всего несколько тысячным экспедиционным корпусом, который мы посылаем сейчас в Афганистан, Ирак и другие места интересов Соединенных Штатов. Я заинтересован, чтобы была настоящая польская армия, которая выполняла бы функции устрашения агрессора. С этой точки зрения, НАТО не идет во вред Польше, но под одним условием, что поляки и польские правительства в состоянии думать о польских интересах, а не как выслуживаться перед Соединенных Штатами. Мы тут должны вести себя как субъект и держать дистанцию от всех авантюр, которые Вашингтон организовывает по всему миру. А если начнется война между Соединенными Штатами и Россией, должна ли Польша с французами, англичанами и другими европейцами идти с ними на Москву, грубо говоря? Я считаю, что такой конфликт рано или поздно перерастет в атомную войну. А если так случится, то Польша станет территорией, на которой одни или другие захотят остановить наступление войск врага. С этой точки зрения, для Польши это смертельная угроза, если она будет принимать участие в такого рода войнах. Я надеюсь, что это несуществующая перспектива. С этой точки зрения, для Польши это смертельная угроза, если бы она могла брать в какой-то типу участие в войне. Я надеюсь, что это перспектива не существующая, что такое угроза, таким конфликтам. То есть в случае войны Польша должна быть нейтральна? Конечно. Да, конечно. В таком случае мы должны быть нейтральными. Сильной армией, которая заботится о безопасности нашей страны, а не реализовывать романтические, в то же время фантастические понятия за вашу и нашу свободу. Мы прежде всего должны заботиться о польских интересах. Польша не должна быть членом ЕС, который идет в том направлении, в котором он идет сейчас. Или у нас получится изменить этот путь ЕС, который сейчас стремится к единой федеральной сверхдержаве, управляемой из Берлина. Или у нас получится изменить это на такую себе конфедерацию экономического сотрудничества. Или мы должны и из ЕС уйти. Евросоюз хочет, чтобы Польша легализовала однополые браки, усыновления детей однополыми парами. Вы представляете такую ситуацию в Польше? Я не могу себе представить такую ситуацию в Польше, но я надеюсь, что однажды в Польше и в Европе дойдет до ситуации, в которой мы будем навязывать французам, англичанам некоторые решения, которые вернут им нормальные стандарты жизни и семьи. И что Запад отбросит этот либеральный идиотизм, который ведет его к катастрофе, к уничтожению. То есть польские националисты не согласятся на проведение таких экспериментов в Польше? Нет, не будет согласия польских националистов и обычных поляков, чтобы в Польше происходили такие вещи. А как вы оцениваете немецкую политику Refugee Wellcome? Должна ли Польша принимать беженцев? Польша не должна принимать мигрантов, беженцев, террористов. Все равно, как их называют. И то, что сейчас делает Ангела Меркель, и то, что делают немцы, это массовое самоубийство. Если немцы не помнят, если западная Европа не помнит, такие волны других цивилизаций затопчут Европу. Я надеюсь, что через несколько лет в Польшу начнут приезжать коренные европейцы, англичане, немцы, французы, которые будут искать в центральной Европе безопасные пристани. Вы действительно думаете, что на протяжении следующих нескольких десятков лет Европа будет настолько плохо с мусульманским меньшинством, что они начнут убивать коренных европейцев? А эти коренные европейцы должны будут покидать свои дома и убегать из своих городов и стран? Ну, они уже и убивают. Мы уже стали свидетелями кровавых событий и попытки вторжения в некоторой отрасли публичной жизни Западной Европы. Это в принципе нормальное, вот это столкновение двух цивилизаций, а население Западной Европы не хочет в это верить. И они все время живут в каком-то созданном, бессознательном состоянии. Это приведет их к тотальному поражению. А вы видели ответ бельгийцев на тракты в Брюсселе? Когда они вышли на улицу, начали рисовать на улицах, пить алкоголь в местах, куда приносили цветы и свечи. Ну, это только свидетельствует о том, что эти народы уже заканчивают свое существование. Они живут в каком-то трансе. Это конец Европы, которую мы знаем. Это конец христианской Европы. А она останется, но только в центральной и восточной Европе. И она zostанет, но она zostанет в Европе шедковой, в Европе шедково-всходной. Редактор субтитров А.Семкин